Здравствуйте! Меня зовут Василий. Я пастор церкви. Коротко хочу поговорить о вопросе спасения. Это очень важно для нас людей. Библия говорит, послание римлянам, что все согрешили, лишены славы Божьей. Быть лишенным славы Божьей – это большая трагедия. Более в мире этом и более в мире, который придет. Мы родились в этот мир беспомощными и много в нашей жизни того, над чем мы не имеем права и силы. Мы не имеем права и силы власти заказать наших родителей время нашего рождения и место нашего рождения. Проходя по жизни, мы можем анализировать и много других наших беспомощностей. Мы не можем противостоять времени, а самое большее – мы не можем остановить. Приход смерти, она неизменно придет. Поэтому очень важно, чтобы славу, которую однажды первые люди потеряли Божью. Быть с Богом, как ее можно найти? Библия нам показывает, что беспомощность – это трагедия человечества. Но Бог эту проблему решил для нас, общаясь на небесах. Богом Бог – Сын, Бог – Дух Святой и Бог – Отец. Как пророчески на протяжении истории было предсказано, обещано, что Бог пошлет Сына Своего, Иисуса Христа, в мир. Его рождение, служение, страдание, распятие и воскресенье было предсказано. Целью Иисуса Христа было взять грехи человечества на себя, чтобы справедливость Божья, которая не переносит, ненавидит греха, была наказана, и милости Божьей было место к существованию. Милость и справедливость несовместимы. Справедливость требует, требует наказания. И это Бог решил в Своей премудрости на небесах для человека. Дать Ему ответ в Его беспомощности. Иисус Христос взял наши грехи и умер за нас на кресте. Это большой дар. Отказаться бесплатного дара просто глупо. Возвратиться в Божью славу. Приобрести спасение. Это первостепенное, что должен сделать человек, живя в мире. Чтобы получить спасение. Однажды, страж, который охранял Саула, спросил, что мне сделать, чтобы спастись? Он ему ответил, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Там, где человечество было бессильным, никак не могло себе помочь и себя спасти. Бог дал неоценимый дар Своего Сына, как Спасителя. И заплатить за это спасение нет такой цены. Его можно принять просто как дар. Верой бесплатно. Почему бы вам не воспользоваться этим даром и принять его верой Иисуса Христа в свое сердце? Ваша жизнь драматически изменится. Вы возвратитесь в славу, которая однажды была потеряна человечеством. Это Божий дар. Помолитесь со мной и примите этот дар в свою жизнь. Если вы согласны, повторите за мной эту молитву и скажите. «Дорогой Господь Иисус Христос, я грешник, я нуждаюсь в спасении, я не могу себя спасти, я исповедую тебя спасителем, как Бог Отец о тебе заявил. Я согласен принять тебя и прошу тебя, прости мои грехи, твоей кровью омой меня и прими меня в твою семью». Дорогой друг, если ты помолился этой молитвой, твоим сердцем, веруя, что ты спасен, найди для тебя, для себя где-то рядом церковь, где проповедуется Евангелие и исповедуй твое спасение в этой церкви, будучи уверен, что твое имя записано в книгу жизни. Большое спасибо. Большое спасибо.